У каждого из вас было несколько от средних до серьезных проколов. Это вообще влияло на ваше состояние? На первом уровне начал умирать до 20 секунд. Я подумал, ладно, я позади, я могу уже не напрягаться, буду играть в своем ритме, как мне хорошо. То есть я уже убрал с себя напряжение, что хочу всех обогнать. Нет, уже не идеальный забег, можно не напрягаться. Джей Хоббс говорит, больше всего меня сбивает, когда я совершаю ошибки, которые вообще обычно у меня не бывают. Если что-то такое, то есть к привычным ошибкам я спокойно отношусь, знаю, как исправиться и действовать нормально. А если я что-то впервые вижу, это меня просто ментально сбивает, и мне сложно потом опять сосредоточиться на забеге. Страты, которые вы используете, те же самые, что и в забеге на мировой рекорд. В общем, да. Особо нету марафонных сейфовых стат, играем не сейфово. Ну, были моменты, где я там смотрю, если я на 20-30 секунд впереди, ну, можно кое-где не рисковать. Ну, вообще, на самом деле, как сейчас игра маршрутизирована, оптимизирована, любой забег без ошибок, он 100% встанет мировым рекордом. Ну, там в основном вопросы в том, чтобы успеть на нужный цикл. Ну, в общем и целом, на марафонном забеге, то есть, вообще, я анализирую, как я на этом уровне до сих пор играл, то есть, в какой я форме смотрю на ситуацию перед собой, и если нужно принять решение, вот делать все время на пределе возможностей, и самая сложная страты, но это вот решение я принимаю в зависимости от того, впереди, от остальных раннеров, или примерно так же. Ну, вообще, в забегах на мировой рекорд, как правило, если где-то чуть-чуть ошибся, все, это ресет. Какие глупые вещи происходили с вами на забеге, тут идет перечисляю уровней, затрудняюсь, на самом деле, пересказать, о чем они сейчас говорят. Замысловатая страты. Речь идет вообще о механиках, о том, что внедрять какие-то техники, которые недавно открыты, они сохраняют там буквально пару фреймов, но если их в тысячи мест в игре употребить, ну не в тысячи, но в сотни, это реально сэкономит время. Уровень Хайнтайт, Пятый мир упоминает вот этот товарищ в розовом. Хуб слайдинг левел, то есть уровень, где кататься, слайдить. Ну, они все упоминали уровень со слайдингом, то есть скольжением, на чем бы они там не скользили. Один в Дублехедер и один в Дайна Майде, я думаю. Осталось бы, что это было перефектно. Да, ты делал много времени в первых игр, потому что ты начинал с смертью, но примерно в середине, он вернулся и взял в последнюю очередь. Так, да, ты действительно экзекуировался. Я бы сказал, что он все вокруг игр, Джей Хоббс – лейтгейм, и я – лейтгейм, в том числе, в том числе, как мы играем. Ага, мне рассказывают, кто… Ну, Джей Хоббс в основном в лейтгейме становится кэррием, то есть в конце игры у него отработанные уровни. В целом они сидят на диване, слева тот, который в начале игры в основном идеально выступает, ему в конце нужно уже ресет-пойнты наступают. Ну, а средний игрок, он всегда и везде, во всех уровнях хорошо играет. Ну, а пока немножко сэнд зайдет и поговорит с вами о призах. Привет, Физл говорит. Всем добро пожаловать, я буду читать из книжки. OmniGamer рекомендует для того, чтобы заняться спидранингом, познакомиться получше со своей любимой игрой, посмотреть стримы про спидранинг этой игры и вообще проникнуться ментальностью спидранинга, то есть того… В общем, новая книга «Наука спидранинга» — один из призов, который предоставляет, собственно, OmniGamer. OmniGamer, я так понял, сам и написал эту книгу. Залард, он способен бороться не только шесть боссов, которые вы получили в Панчауте Аркаде, но и все 16 врагов в игре. И я думаю, что мы только нужны еще тысячи долларов в донации для этого. Так что, ребята, я вам покажу вам какие-то замечательные вещи, которые вы можете поставить в эти донации, но я хочу поставить все эти донации. Снизу, если что, пишутся сумма пожертвований, которую нужно внести в это время, в промежутке времени, и это будет участвовать в розыгрыше. Салфетки с крэшем или статуэтками, или очками, что бы то ни было. Для участия в розыгрыше «Санишки» нужно было 10. 20 баксов. Кстати, а вот трофей крэш-тим рейсинг я бы не прочь выиграть. Но это все равно не покупка, это просто ваша благотворительность, ваши пожертвования. Есть шанс, что вам еще такая ответочка прилетит. Нет, 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 это видео-гейм. Я поставлю это быстро. Из нашего франчного перл-поп у нас есть абсолютно красивая карби-перлер сцена. У меня есть шанс, это шанс, это шанс, это шанс, это шанс. А с чего это сделано? Это специальные такие фишки, которые выкладываешь в розыгрыше. Я думаю, что вы можете иметь это, если вы вставляете в специальные пазы. Абсолютно. Вот это уже рисунки по панч-ауту. А, принты. Запоминайте вот эти картинки, вы сейчас будете видеть на спидране в ближайшее время. Ван Кайзер. Ван Кайзер. Такой персонаж даже не. Ван Кайзер. В юном возрасте. Вообще панч-ауты, они очень... Очень важную часть панч-аутов составляют наши противники. Очевидно, что кого-то не нужен же панч-аутить. Кстати, да, по ходу, вот за эти несчастные полторы-две минуты, когда он показывал там призы и постеры, реально собрали тот самый требуемый тысячу долларов, и будут все шестнадцать боссов в аркадном панч-ауте. Это круто. Уф. Шестнадцать боссов. Страшно, грубай. Ну, там вообще какой-то крутой приз разыгрывается. Если кумулятивно набрать больше двухсот долларов, то можно получить себе в распоряжение Мастер Сорт и Хайлен Шилд, ну то есть из Зейды. В общем, стать линком не некоторое время. Ну да, круто. Сейчас объясняется. Никай. А я бы просто этот холодильник бы выиграл. Не-не, ну холодильник пригодился бы. Рэдбул, ладно, забирайте, а холодильник я себе возьму. А на круги прочих. И возможно, возможно, Кирлинг успел на панч-аут аркейд. Да, во-первых, давайте поблагодарим великолепного Мима Крока за отличное пилот-интервью. Не листи. Это всё не правда. Хочу лищу. Я могу ещё вспомнить тот случай прошлым летом, когда ты мне чай придётся. Я пока только сам себе подношу. Потому что мне до сих пор приятно. Когда мы комментировали хоразин на Zero Dawn. Да, на белорусский кинад будет принести термос. Ладно, наверное, я оставлю вам двоих. Потому что мне нужно немного отдохнуть перед завтрашним днём, чтобы задавать клейтую физику. Спасибо огромное за комментирование. Все поблагодарите кейка. Всему чату вам. Я рад был быть сегодня здесь. И увидимся ещё. Под моим банхаммером. Или не увидимся. Посмотрим? Да, как раз я ухожу подночь. Всем приятного просмотра. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. У нас есть специальный аркадный контроллер. Три кнопочки и один стик. Там шесть кнопочек, если не ошибаюсь. Для игры используется вообще три. Правый и левый удар. И супер удар для этого. Какого? Ну то есть в аркадном автомате. Восемьдесят... Какого там года? Восемьдесят третьего изначально. Там было стик и три кнопки. И поехали. Стеклянный Джо. Самый крутой оппонент всех серий панчаута. Вот как происходит. Вы видели, как все происходит. Ну, стеклянный Джо это самый легкий оппонент. Вообще, ему очень сложно вообще даже проиграть. Но мы его еще увидим позже. Дальше у нас первый хрикейн. Собственно, поскольку это аркадная версия игры, она довольно-таки сложная. Как известно, аркадные автоматы старых времен были с очень сложными играми для того, чтобы на них больше зарабатывать денег, чтобы люди закидывали больше монеток в них. И поэтому раннеру надо быть очень осторожным в этом ранне. Так, а он вообще нужен, растут крокыша? Может на перерыве. Если ты готов, то вполне возможно. Я подумал, что крок не придет, поэтому я хотел переводить, но так я не вижу смысла мне тут судить. Не, я готов. То есть тут не переводить, мы уже по сути будем. Тогда ливну. Спасибо. Угу. Спасибо за внимание. Заботу. Сверху мы видим, как стрелочками заполняется шкала нокаута. Ну, плюс слева видите отдельный экранчик. Если что, на аркаде вообще было два телевизора. Типа один другим. То есть на одном мы видим арену, где прозрачный мужик с зелеными волосами. Ну, предполагается, что это в будущем станет Литл Мэг, то есть основной главный герой панчаута. Ну, тогда он еще был безымянным был. Его назвали просто Челленджер. Так, это был Кит Квик. Довольно быстро с ним разбирается Спидранер. Это персонаж, который появился только в этой игре. Насколько я понимаю, он ни в одной другой. Дальше? Да. Ну, то есть сплошные стереотипы расовые там или какие-то еще. Но игра, на самом деле, она очень дружелюбная и весело. Как бы обыгрывает разные особенности персонажей. То есть, если персонаж принадлежит к какой-то национальности, они будут очень хорошо обыгрывать. И вообще панчаут отличается классной анимацией и вот этими вот. С каждым противником, на самом деле, в казуальном прохождении, долго тренироваться, как его убить. Спидранер, он ориентируется на паттерны. То есть, последовательность действий, которые выдает противник. Единственное, вот мистер Сэндман, да, он очень рандомный. У него слишком много паттернов, которые он может выдать. Так что, это практически RNG. Если вам непонятно, в какой ситуации противник падает, поднимается, ну, вы видите на левом экране снизу шкала. Это выносливость, стамина. То есть, это не ХП. Обычно, по мере ее опустошения, противник, как правило, падает. Но, чтобы его полностью вырубить, нужно в определенный момент нанести сильный удар. То есть, либо апперкот, либо правый хук. Правый джеб. Угу. Но, как правило, очень много побед достигается в итоге только тремя нокдаунами. Ну, просто наступает ТКО. То есть, технический нокаут. Сейчас у нас сменились трусы. Мы внезапно в красных, да? Это потому, что мы вот только что подняли над головой свой чемпионский пояс. То есть, была пройдена первая часть, как бы, когда мы достигаем статуса чемпиона. Сейчас мы его защищаем. Мы защищающийся чемпион. То есть, мы видим над нашим довольным лицом на левом экране написано Чемпион Мира. Перед этим это был челленджер. И Райнер побеждает опять Гласс Джоу. Возвращаемся к Пистону. Я так понимаю, в этой части не будет Суда Поппинса? Или дальше будут еще с ним драки? Вот хотел бы знать. Я бы с удовольствием увидел Дрэгон Чана. Дрэгон Чан крутой. Или там Мачо Мэна. Как там, Супер Мачо Мэн. Они крутые, но я вот этой вот последовательности, то есть, противников особо еще не видел. Это классические. Кстати, по механике боя, нужно внимательно смотреть за глазами противника. То есть, он когда смотрит влево-вправо, там зрачки глаз немножко смещаются, и можно понять, в какую сторону он будет ударять. Соответственно, если правильно рассчитать момент, можно уклониться. Сейчас специально замолкли, чтобы бой с полпулом довольно сложный. А еще вы слышите звуки аркады. На самом деле, вот тот год, когда еще выпускалась эта версия. Это ж... One moment, please. 84-го года аркада, да. Ну, по сути, в декабре 1983-го выпускалась, но уже там... Такие, ну, легко узнаваемые компьютерные возгласы. То есть, не человек записывал звук, а компьютерно сгенерированный. И если вы спидраните эту игру, ну, просто уши начинают спустя время дянуть от этого. Есть еще особенность, что когда отправляют в нокаут самого персонажа, то он может обратно подняться, но при этом дадут очень мало стамины, буквально меньше, чем одну десятую в всей полоске. Так что, игра к игроку не очень честно относится. Рассказывает про буферизацию ударов. То, что, ну, в этой, на этом уровне, после одиннадцатого, ну, после десятого боя, противники, они те же самые, но они еще быстрее начинают бить, меньше, то есть, у вас времени, чтобы реагировать. И, соответственно, вообще, к шестнадцатому бою они реально начинают быть сложными. У нас, если что, если наловить, короче, лицом, пропустить много ударов, есть всего один континью. То есть, один раз, если побить, вы оказываетесь на полу, рефери даёт только один раз возможность подняться. Он говорит, come on, get up, что-то в таком духе. Вот здесь специально... Один раз, например, да, они ловили глюк, когда пропускается удар, при этом падает сверху счетчик, вот шкала заполнения KU, то есть, нокаута. И можно его второй раз наполнить, и со второго нокдауна отправить в нокаут противника. Ну да, как правило, самый надежный способ выбить, это все-таки только правый джеб. По стикам, то есть, мы выбираем высоту удара, более низкий верхний, там, апперкот или что это может быть, и двумя кнопками, там, правый и левый удар стандартный, либо супер удар при заполненном KU. Воа, окей, все, доброе. Чего, дядя. Ты просто... Ты просто... Белый паунтер. Ты просто... Ты просыпаешь скайнету в паунч-аут сейчас? Да, мне нравится. Ну, это было переиздание 2018 года, кстати, да. Изначально, то есть, очень много игр, очень старых стали много переиздавать в последнее время. В начале 2010-х ничем таким еще толково не пахло. Сейчас резко вырос спрос на очень-очень старые аркадные или консольные игры. И да, Switch, Wii U и все остальные платформы видят нашествие просто очень-очень старых игр. Обычно с большинством противников мы немножко манипулируем тем, что они сейчас будут делать, то есть, либо специально пропустив удар, либо сделав блок специальный, ну, видев у оппонента блок, мы делаем джеб и знаем, как он будет реагировать. Потому что у нас есть схема примерно поведения противника, но вот текущий бой с мистером Сэндманом, он полностью, мы реагируем только на то, что делает мистер Сэндман. Ждем, пока он потеряет терпение и начнет уже просто забрасывать нас ударами. К тому же начинаем реагировать. И последний бой. У Заварда здесь очень много импровизации в этом забеге. Очень во многом мы просто реагируем на то, что куда двигается противник, что он изображает. Некоторые удары, то есть у некоторых, ну, все, время. Жаль, не увидели Драгончана и Мачо Мэна, у них такие коронные удары, которые нас ваншотят. Ну, они еще будут вию, немножко по-другому нарисованы, с другая озвучкой. Если что, это была Клапа, мы просто можем посмотреть следующий бой. Да, рун прошел очень хорошо. По сути, победил везде. Завард сейчас просто уничтожил аркадную машину, которая в свое время своровала много денег у людей. Ну, своровала, в смысле, вытянула много карманной мелочи. Ну да, именно так выглядело оно когда-то давно. В 83-й год, тогда, я думаю, типа 90% чата еще как бы не было. Ну и комментаторов тем более. Ну, еще Залард будет проходить с завязанными глазами. Это скоро нам устроит. Да, серьезно? Я понимаю, с завязанными глазами он будет проходить панчаут на VIA. Так, я вот к такому не был готов, серьезно. Был инцентив на это делай, вот как раз перед началом первого рана инцентив собрали. Ага, вот оно что. Вот какой данный. Я давно не чепил просто трекер. Ну, давно, в смысле, полгода. Прошло много такая. Все понятно. А еще панчаут на VIA, как вы можете заметить, в три раза дольше, чем панчаут аркадный. Потому что на аркадный у нас эстемейт был 25 минут, а на VIA уже полтора часа. 10$ от Дрейдена. Панчаут – это одна из моих любимых серийов всех времен. И Панчаут – VIA, который будет в первом VIA. Так что я очень рада, и я надеюсь, что все противники... Ну, там их... То есть, в среднем, один ростер всех противников – это около часа. Еще полчаса там второй будет контентер. Титл Дефенс – первый, второй – вот этот вот, как он там называется. То есть, это можно сказать не Any% будет, а какой-то... Ну, не 100%, но... Вообще, в панчаутах очень сложно описать, где Any% и там немножко своеобразная оценка категорий. Ну, после 16 боев, например, в аркадном, там меняется просто механика. По сути, начинается как бы все с самого начала, и... Повторяется то же самое, что было с первого боя. То есть, в принципе, можно продолжать тот режим, который он запустил, запустил хоть целый день напролет. Меняться будет мало что. Ну, а пока мы смотрим за спонтанными движениями вот этой вот камеры. Не, чтобы нормального человека туда посадить, в плане двигать. Но... Мы смотрим на эти механистические... Ну, такое. Ну, такое. Можно представить, что это тест-бот прикалывается. Вообще, серии панчаутов, ну, можно сказать, пять штук выходило. То есть... Если не считать там спин-оффов или... То есть, в серии панчаутов был еще спин-офф Арм Рейслинг. 85-го года выпуска. После первого панчаута боксинга и... Дайте-ка попробуем симулятор Арм Рейслинга. Ну, в каком-то смысле взлетела. Правда, я никогда еще не видел. Не знал, как оно выглядит. Ну, а там очень клево выглядит постер, например. Главным героем у нас стабильно является Little Mac. Так... Камерамэн всегда шалит, это правда. Обновлю-ка я себе чайку, если вы позволите. На секунду. hold the game. We have one hundred dollars from Shamrock Seraph. Great to see Zalard 1 a.k.a. Mr.Punchout back at the SGDQ this year. Shoutouts to him and sister-one who are the reason to start tuning into all this, all the GDQ marathons with their legendary blindfolded runs back in the day. Ну, вообще, в ближайшие полтора часа нам предстоит много всего интересного, это... Синдели прикольные бои, когда получается немножко разобраться в механике, когда реально понимаешь, что там происходит, а вообще, веселые вещи. Этот камерамен знает, как заставить людей улыбаться, просто всех крупным планом снимает. Хорошо, что там нет реальных социофобов, которые там ужасно бы испугались, отвернулись, закрыли лицо руками. Хотя, что социофоб будет делать на нормальном мероприятии такого масштаба? Может, посмотрит из дома, как нормальный человек. Вообще, весь экшен, он же происходит от Миннесота, город Миннеаполис, Блумингтаун, какой-то там отель. И... Туда еще сначала нужно добраться. Рассказали нам анекдот про Пугало. За что Пугало получил приз? Он был выдающимся в своем поле. Ну, да. В смысле, торчащий, ну, выступ, то есть, понятно, о чем речь, да? По-английски, вот, standing in his field, это так более логично звучит. Много таких, это не то, чтобы каламбур, но playing on words. Ну, то есть, да, искажение смыслом слов. Крок, ты бы видел раны Метроид Праймов этим утром? Не видел. Там столько было игры слов про Метроид Прайм. Я просто сидел, и меня чуть не убили этими играми слов там. То есть, обычно все очень плохо, да? Ну, смешно. Там каждый донат приходили новые игры слов, именно и про сам Метроид Прайм, и про Метроидов, и про Вария Сьют, Гравити Сьют. Там, в общем, игры слов делали с абсолютно любым термином, что есть в Метроиде. Угу. Вчера что-то подобное было на Кословане и на Райгард. Ну, в принципе, это традиция уже со временем. Зрители и донатеры, в смысле, пожертвователи Games Dunkirk становятся все опытнее. То есть, игрокослов от этого лучше, по сути, не становится. Ее просто становится больше. На большем количестве забегов. Так, сейчас у нас будет не интервью, но будут показывать, что это будет. Какие-то инструменты для ТАСа. Это наш ТАС-бот. На самом деле для того, чтобы делать ТАС, настоящий робот не нужен. Нужны только специальные программы. Сравнивают игру с игрой на пианино. По сути, чтобы пройти игру, надо просто в определенном порядке нажать определенные кнопочки. Как, собственно, чтобы сыграть какую-то музыку на пианино? Ну, собственно, суть ТАСа в том, что игрок может с помощью специального софта манипулировать инпутами в игре, может манипулировать временем, там, например, передвигаться по одному фрейму вперед и каждый фрейм делать какое-то действие. Этому дает намного больше возможности оптимизировать спидран и сделать что-то, что реальный человек сделать не может. ТАС в принципе может стать хорошим показателем того, насколько в самом оптимальном варианте быстро может быть пройдена игра, а также может помогать находить новые глюки, новые рауты для реальных ранеров. Так что ТАС это всегда интересное дело, и это всегда очень техническая задача, потому что, по большей части, в ТАСах ты просто ковыряешься в памяти своего железа, чтобы менять какие-то переменные в игре. А если что, то есть это интервью, это, по сути, просто чтение статьи, можно сказать, спидранерской вики только красивым голосом мужчины в красивой майке. Сейчас буду показывать пример какого-то очень крутого трюка. как выглядит в левом верхнем углу экрана, там видно счетчик кадров, то есть... Добавлю. ЦИ Wide Господи.